Ну нет, только не бабушка, вы что с ума сошли? Вася, желтая кепка, ну ты... Это же инопланетяне, они же должны были... Свет, головы нет. Ой, фу, сейчас, ребята, я не знаю, у меня глаза вот так вот сходятся. Всем привет, вы на канале Типа Топ, меня зовут Дима, и смотрим последнее от One Two. У них там выходил ролик, потом сборник, потом еще один ролик. Сборник мы пропускаем, это старое видео, а ролики будем смотреть. Но перед началом обязательно подпишись на мой канал, если не подписан. А я знаю, что многие не подписаны, в статистике написано, что больше 50% смотрящих. Так что подпишись, пожалуйста, мне будет очень приятно. И забегай в мой телеграм, я всегда там пишу, когда выйдет следующая реакция, да и вообще всякие новости. Жмякай подписку и погнали! Короче говоря, неделя голодовки. Итак, с сегодняшнего дня я официально объявляю голодовку. Я перестаю снимать видео, ролики, до тех пор, пока на канале не наберется 6 миллионов подписчиков. Ого! Кто там дофига забирать еще? С одной стороны, голодовка это благое дело, мне бы самому сесть на голодовку, но я не могу. Я очень люблю пожрать. Кто тоже, обязательно поставьте лайк. Итак, очередной ролик записан. Я выключил камеру и направился на кухню. Достал из холодильника вкусняшку и принялся кушать без зазвения совести. Параллельно заказать до пищи, я загружал ролик про голодовку на свой канал. Это уже давно проверенная схема. Недавно я создал себе канал на ютюбе и принялся снимать исключительно качественный контент про готовку. Но число просмотров и подписчиков меня конкретно не устраивало. Тогда я решил пойти против системы. Во время очередных съемок я приготовил изысканный десерт и заявил, что не стану его есть, пока на канале не наберется 1000 подписчиков. Таким образом, на канале про готовку не устроил голодовку. Этот план сработал и спустя пару дней число подписок на канал достигло 100 тысяч. Так, секундочку. Значит, мы тут стараемся. Чё-то там монтируем, чё-то делаем. А нужно было просто сказать, что я жрать ничего не буду и набирайте подписчиков. Кто хотел открыть ютюб канал, записывайте. Мне уже поздно. Голодовка до миллиона подписчиков, до трёх миллионов. И в настоящий момент мой канал насчитывает 5,5 миллионов подписчиков. Люди были готовы подписаться на меня, чтобы я не голодал. Вы только не подумайте, что я полный урод и обманываю своих зрителей. Между прочим, я уже сбросил целый килограмм, так что не такой уж я и полный. А врать людям насчёт своей голодовки я обязательно перестану после выполнения всех требований. Правда, так я говорю уже четвёртый раз. Вдруг в мою дверь постучали. Это был мой пиар-менеджер Васёк. Он сообщил, что на канале уже стукнуло 5 миллионов 600 тысяч подписчиков. Я сказал, что стукну его, если он ещё раз отвлечёт меня во время голодовки. Потому что я становлюсь очень нервным, когда голодаю. Затем велел ему быстро перемыть все мои кастрюли после недавней голодовки. Васёк извинился, взял кастрюлю и отправился в ванну. Какой же он наивный. Ведь он, как и остальные, тоже не знает, что моя голодовка плавно перетекает в обжираловку. Я откусил огурец, закусил майонезом и проглотил целиком куриную ножку. Почувствовал что-то неладное. Косточка, да, застряла? А-а-а, настигла тебя судьба, зараза, да? 5 миллионов человек нажухать. Это тебе не хухры-мухры. У тебя личный менеджер с вот такой вот раскладушкой на шее ходит. Я пришёл в сознание. Кажется, я нахожусь в больнице. Последнее, что я помню, это как я кушал и подавился. Я чувствовал в горле ужасный дискомфорт. В палату вошёл врач. Я спросил, что со мной случилось. Он сказал, что сейчас в моей жизни ничто не угрожает. После чего попросил сделать фото. А, наверное, для медкни... Так, подождите. Что случилось? В вашей жизни ничего не угрожает. Сделайте фото. Что было со мной? Но он достал телефон и сделал со мной селфи. Как оказалось, врач был моим преданным подписчиком и был очень счастлив, что я попал в больницу. Я был менее счастлив этому факту. Врач стал рассказывать, что со мной произошло. Оказывается, мне несказанно не повезло. Куриная ножка, которую я проглотил, идеально подходила под размер моей глотки. Из-за этого она благополучно застряла внутри меня. Вероятность такой случайности 1 к 6 миллионам. И 6 миллионов для меня прям несчастливое число какое-то. После этого меня обнаружил без сознания мой менеджер и тут же вызвал скорую. Да уж, мне повезло, что Васёк был рядом. Пожалуй, назначу ему премию за спасение. Для такого героя и полтинника не жалко. Врач также добавил, что пока я лежал здесь, в отключке со мной перефоткались полбольницы. Вау, не думал, что я так популярен. А никого не смутило, что у него в горле была целая куриная ножка? Он же на голодовке сидит и набирает подписчиков. Уже не важно, уже лишь бы просто пофоткаться. В медицинских кругах. Доктор объяснил, что благодаря моим рецептам их пациенты перестали жаловаться на боли в желудке и кишечнике. И теперь меня уважают не меньше, чем Гиппократа. Ладно, с этим разобрались, а что насчет дискомфорта в горле? Доктор сказал, что косточка внутри меня пройдет только через неделю. А пока все это время придется обходиться без еды. Но мне, как говорится, не привыкать. Вот жесть. Реальная неделя без еды. Как я вообще переб... А все, а все. Какое должно было когда-то случиться. Ну, 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 вы видите, все-таки карма какая-то вот сработала. Хоть я в нее ни черта не верю, но пускай. Вы вообще как? Верите вот в эту тему, что если сейчас произошло что-то хорошее, то скоро обязательно должно произойти что-то плохое. И наоборот. И вот там, если ты сделал что-то плохое, обязательно тебе аукнется вот эти все вещи. Напишите в комментариях, мне интересно. Не живу это. Спустя сутки меня выписали, и я вернулся домой. Внутри меня уже ждал Васек. Он был счастлив тому, что я выжил. А насчет недели... Внутри... Что? Еще раз. Внутри тебя тебя ждал Васек. Внутри меня уже ждал Васек. Он был счастлив тому, что я выжил. А насчет недели без еды сказал, что мне не привыкать. Я стукнул Васька. Пожалуй, премию он не получит. Я спросил, если что-нибудь в доме съедобное. Васьок сообщил, что избавился от всех запасов еды в доме, чтобы я не поддавался соблазну. Я был зол. Но понимал, что он делает это ради моего же блага. Ладно, держи свой полтинник. Но я был ужасно голоден. Неужели в доме совсем нечего погрызть? Ваську было меня жалей. Единственное, что он мог предложить, это погрызть его ногти. Если вдруг кто-то кушал, друзья, простите, это не я. Вышвырнул этого недоноска из квартиры. Мне было плохо, потому что нельзя есть еще целых шесть дней. Хотя бы пить-то мне можно? Я позвонил своему врачу и уточнил, могу ли я в таком состоянии что-нибудь попить. Врач сказал, что я могу пить любую жидкость. Главное, ее не есть. Он заугарал. Я сбросил этого шутника и тут же набрал Васька. Послал его в ближайший магазин скупить всю мою любимую... Тут как бы реклама напитка, которая уже три раза у них маячит. Может и четыре будет. Но пока что, как говорится, мы стопнемся и вырежем этот момент. Было бы круто, если бы эти шесть дней пролетели незаметно. Вдруг я обратил внимание на холодильник и задумался, что если заморозить себя на ближайшие дни и провести это время в крясне. Васек сказал, что это блестящая идея. Но вдруг я пров... ЧЕГО?! Даже, подождите, с точки зрения медицины, допустим, даже если нам можно замораживать самих себя, то косточке же нужно шесть дней, чтобы пройти, а на так же самом месте с тобой заморозиться. Это не работает так. Проведу в крясне дольше положенного срока. Декабрь 2048 года. Блин, так иду... что пробуду в крест не дольше чем нужно какой сейчас будет добро пожаловать 2048 если это декабрь то есть шанс и скоро будет 2049 что-нибудь поесть держите ваши любимые запеченные что теперь мы не едим еду а скачиваем ее вкус себе в голову не той стороной до проблему вставление правильной стороной мы еще не успели решить 48 года не решили пожалуй обойдемся бескрясно так прошло два дня я был ужасно голодный и злой но просто пил больше жидкости чем обычно и старался не думать о еде в комнату зашел васек и поздравил меня с шестью миллионами подписчиков на канале а это значит что моя голодовка официально подошла к концу это все прекрасно но я тут реально не могу есть еще четыре дня васек тут же затих я захотел как-нибудь развлечься он предложил мне посмотреть фильм американский пирог сходить на концерт группы пиццы покататься на банане сказал что уволю его если он предложит еще раз что-то подобное васек извинился и сказал что кое-что для меня подготовил он договорился о встрече с человеком которого я давно не видел жили он где-то откопал пашу микуса васек сказал что это сюрприз и завязал кого вы вышли на улицу через час мы поделись по какой-то лестнице васек открыл дверь и завел меня внутрь он развязал глаза и сказал что не будет нам мешать после чего запер дверь снаружи где это я а это незнакомая квартира какой-то знакомый аромат вкусной еды о нет из кухни выскочила моя бабушка люба ну не только не бабушка вы чё с ума сошли она же то и делаешь она кормит ну куда ну я бабушек ну бабушка это святой бабушек любить надо это ну ты шо ну суть же не в этом ему нельзя жрать ну куда это уже каторга какая-то она достала большую ложку и приготовилась меня кормить своим фирменным холодцом я чудом увернулся от ее ложки спросил почему она здесь они в своем родном сыктывкаре она ответила что узнала что я здесь голодаю после чего тут же прилетела и сняла себе квартиру и сказал бабе люби что мне нужно срочно уйти она сказала что я выйду из квартиры только через ее суп и стал убегать от моей бабушки по всему дому и чал что мне нельзя есть еду она кричала что слышать ничего не желает и что у меня уже одни кожа до кости а подожди у меня вопрос вот менеджер сказал что я вот прости я еду тебе больше подсовывать не буду и отвел к бабушке которая сварила всю кухню лишь бы тебя скормить я бы усомнился в качестве этого менеджера зал что только одна кость доеда в горле после чего обессиленный рухнул на пол все-таки три дня без еды дают о себе знать баба люба сказал что либо я все съедаю либо она за себя не ручается я кричал о пощаде и тут ей кто-то позвонил любк ну ты где тут светка у подъезда с новым хахалем гуляет мы тут всеми бабками уже собрались уже бегу кажется я спасен так прошло еще два дня я в тысячный раз выслушивал извинения воська и то что он хотел сделать как лучше не после такого я считаю что воська нужно увольнять я в тысячный раз повторил что нужно сначала думать а потом делать сказал что прощаю его в последний раз тут воську резко позвонили он слушал минуту две минуты затем сказал что мы обязательно будем и сбросил трубку я спросил кто звонит ответил что это звонили с канала едим еду твс сам вот все не уволили тогда пора увольнять сейчас такой потолок интересный как будто газ включили на плите мого популярного канала о еде они пригласили меня к себе в качестве гостя на их новое шоу где мне нужно будет дегустировать блюдо и геть круто нужно точно идти ведь это круто новых зрителей но как я буду реально дегустировать блюдо васек заявил что я могу просто делать вид что яма потом незаметно выкидывать еду а это мысль вот на следующий день мы уже были на съемочной площадке нам подошел ведущий рассказал про их новое шоу я должен угадать из каких ингредиентов приготовлен тот или иной десерт а самое главное что все будет происходить в прямом эфире звучит здорово я сел за стол и эфир запустился передо мной поставили булочку я облизнул ее сказал что это похоже на улитку с яблоком и корицей ведущий засмеялся видимо я не угадал далее на стол поставили торт я отломил кусочек и аккуратно выкинул его за голову предположил что это шоколадный торт цвит нормально такой ну хороший кстати мне кажется эфирчик он наверно много соберет на такой трешатине ведущий снова заржал что ж такое после моего предположения что следующее пирожное было с ванильным кремом и фисташкой вся съемочная группа валялась со смеху я не понимал что происходит ведущий объяснил что их новое шоу это пранк в котором участникам дают попробовать блюда из чего-то мерзкого и несъедобного и только что я продегустировал улитку с тухлой рыбой торт из резины и пирожные с птичьим пометом капец я сказал что они должны были объяснить мне все а если бы он реально жрал кто гостям такие блюда подает не я понимаю зависит от того какие гости вдруг пришла мамы на знакомое и с ней какой-нибудь ее ребенок которого ты видеть не хочешь то да 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 и детали тогда бы я точно не согласился но ведущий сказал что все подробности они рассказали моему менеджеру ваську ах вот как подайте мне этого утырка и я щас самого тут сажу тут я увидел васька в совершенно другом образе он сказал что теперь я стал настоящим посмешищем а значит его план сработал какой еще нахрен план оказывается васек малоизвестный блогер который разоблачает известных личностей он сразу понял что я обманываю своих подписчиков что я якобы голодаю и решил меня проучить он устроился ко мне менеджером и создал себе образ наивного дурочка именно он подсунул мне ту злополучную куриную ножку нужных размеров ах ты крейс ахахахаха Вася желтая кепка ну ты Смотрите какая рубашка у него в арбузы ахахахаха Ну за рубашку я бы его простил чтобы она застряла у меня в горле когда я попал в больницу врач легкостью извлек из меня эту косточку а васек подкупил его чтобы он сказал мне что мне нельзя есть целую неделю на протяжении семи дней васек снимал как я страдаю без еды именно он подстроил ловушку с бабой любой засняв все происходящее в квартире а кульминации разоблачение стало это шоу куда он благополучно меня затащил вот так мы преподали урок этому подонку который обманывал своих подписчиков ставьте обманывать подписчиков нехорошо лайки если вам понравилось это видео всем пока спасибо такой контент на тебя завабахал теперь точно стану популярным бывай тихо тихо оно же блин с пометом птичьего неделя голодовки ну хотя слушайте когда ты неделю ничего не жрал может и пирожное с пометом нормально зайдем второй ролик смотреть короче говоря остался один на земле это была среда я проснулся по ощущениям я буду спал целую неделю настолько я был разбит стал с кровати отправился завтракать но пока мы не углубились сюжет сразу вопрос напишите в комментариях чтобы вы первое сделали если бы вы поняли что вы одни на земле вот никого все же хочешь делай чтобы вы сделали чайник не включался неужели отключили электричество странно отправился умываться но и воды не было чё еще такое я выглянул из окна ни единого человека посмотрел на часы потом на минуты 13 40 и в такое время на улицах пусто что-то случилось на телефоне не было сети что за напасть-то такая тут я заметил на столе какой-то конверт написано роми конверт 2023 выкинул его в помойку спустился по лестнице вниз и вышел на улицу заметили моментик что все что вокруг вас типа электричество вода связь мобильный интернет и так дальше это все спасибо тем кто работает там людям а если их не будет то сиди палка палк 3 какие заведения не работали прошелся по району на земле валялись какие-то конверты вокруг стояла абсолютная тишина да куда все пропали в одном доме на земле испарились я рассмеялся ведь такого просто не может быть эхо моего смеха раздалось на всю улицу мне стало совсем не по себе я принялся ходить и заглядывать во всякие заведения но так никого и не встретил это же невозможно по какой-то неведомой мне причине я остался совсем один как минимум в городе а может и на целой планете я был растерян и подавлен но не растерялся и не подавился тут у меня в голове что-то щелкнуло я ведь теперь могу делать вообще что угодно заходить в любые дома пользоваться любыми машинами и кушать в любых магазинах абсолютно бесплатно но всем но только недолго потому что вся еда скоро испортится а новую никто не делает все убирается в одно три палка в палку а потом иди охотя а ну если там есть животное конечно мои мысли быстро переключились на то что теперь я одинок и возможно навсегда я был очень расстроенный кроме того мне стало жарко увидел на дороге открытый спорткар может он мне поможет развеяться я заглянул внутрь и тут конверт выкинул его на улицу и уселся внутрь а кто-то очень старается рома прочитает нам тоже интересно и это я не про машину тут на пассажирском сиденье стояла большая сумка набитая деньгами я достал несколько стопок и увидел под ним там опять реклама их напитка но это второе видео я думаю это хороший момент для того чтобы ума гад это же рандомный комментарий если бы у тебя было 1 миллион долларов на что первое ты бы деньги потратил я остановился возле магаза вошел внутрь кажется моя мечта детства исполнилось огромное пустое пространство с кучей еды кроме того тут горел свет видимо в общественных местах генераторы все еще работают я принялся ходить между рядов и закидывать в корзинку все подряд но переоценил свои силы только добра я с собой не тащу разложил половину продуктов на свои места и вышел наружу с таким количеством вкусняшек какой только мог унести положил их в тачке рядом с собой отправился на поиски роскоши остановился у какого-то современного здания зашел в рандомную квартиру и решил немного пожить тут это была роскошная большая квартира комфортабельная кровать огромная гардеробная и даже печь посреди комнаты вот это тут богачи жили я с большим удовольствием примерял чужую одежду и даже полежал на кровати в кроссовках что никто ведь не заругает но вскоре я увидел и тут конверт так все ладно кажется пора прочитать мы инопланетяне и мы похитили всех землян кроме тебя мы требуем за всех выкуп а именно 10 наггетсов булыжник форме камня и набор губок для мытья посуды 10 наггетсов булыжник форме камня и набор губок для мытья посуды цена человечества мы ждем до конца дня я был шоке мы слепутались и я не мог ничего понять где возьму все эти очень редкие для выкупа вещи и что значит мы ждем до до потемнения увидел еще один конверт не было написано до конца дня значит и 12 ночи идиот я глянул на время у меня оставалось всего девять часов не у вас еще масса тогда как бы надо осторожно там переодеваться или чего чего-то делать за тобой наблюдают вышел на улицу сперва найду губки для мытья посуды сел в тачку буду рассуждать логически губка это что губка это боб бобы определенно растут в новосибирске точно полечу туда и там возьму губки для мытья посуды ведь это так очевидно поехал на аэродром зашел в ангар с самолетами выбрал один из них выгнал его на улицу сел внутрь включил ави режим на телефоне и тут мне в голову с размаху залетел вопрос собственно как управлять этим летательным аппаратом здесь вот это первое что я подумал я сначала подумал а кто его вести будет ну самолетами же тоже люди управляют но когда увидел маленькие самолеты немножко стук думаю может рома умеет управлять самолетом черт его знает но оказалось что нет была куча кнопочек и рычажков я хотел было позвонить своему дяде пилоту чтобы спросить об этом но быстро создал что чуть было не тупанул ведь дядя живет в южно-сахалинске а там уже два часа ночи снова стал рассуждать логически вот эта кнопка похожа на круг круг это форма земли получается если я нажму на эту кнопку сразу полечу вокруг земли как только я окажусь на новосибирском снова нажму на эту кнопку и приземлюсь погнали я нажал на кнопку и самолет поехал вперед дёрнул стурвал на себя вот через 15 минут я уже рассекал воздушные просторы на высоте я смотрел на города с высоты птичьего помета даже захотелось немного чирикнуть но я вовремя прикрыл свой клюв ведь уже приближался к городу приземлился взял набор губок в ближайшем магазе полетел обратно вскоре и для этого надо было лететь ребята пожалуйста вернулся на аэродром да губки у меня уже есть теперь надо подумать где добавить выложить форме камней и наггетсы снова воспользуюсь своей логичной логикой где много камней . очки есть на деревьях деревья в лесу я отправился в лес здесь и правда были деревья поразительно очки уже распустились я начал искать булыжниковый камень но нашел только философский камень не то полетел за камни детектором в каменск прилетел из каменск из камни детектора начал искать этот злополучный булыжник форме камня и у чудо я нашел его теперь остаются только наггетсы у меня еще восемь часов 45 минут что-то я долго все это собирал наггетсы найти уж точно не проблема ведь они есть в морозилке в любом магазине я посмеялся с этой на эту пары лишь и теории как мой мозг вообще умудрился такой сгенерировать и так использую все ту же логику наггетсы это еда еду что едят ртом рот нужен чтобы его открывать кто следит за состоянием рта конечно стоматолог я нашел квартиру рандомного стоматолога как я сейчас простите три секунды закипает мозг немножко тут поток абсурдных идей просто зашкаливает понял что это квартира стоматолога да просто у него везде были разбросаны деньги начал искать наггетсы ведь где они еще могут быть если не здесь посмотрел на полках возле телека ну и для галочки посмотрел самом нелогичном месте в морозилке была необходимая мне наггетсовая продукция в количестве 10 штук но она была заморожена пожалуй прожарю и что эти наггетсы настолько невкусные что в маке я предпочел бы и морковные палочки это было жестко но они не прожарились похоже без сковороды тут не войтись в доме ее не было оставалось два варианта сходить к соседям и взять у них либо поехать на завод по производству сковородок и сделать там ее самостоятельно выбор очевиден я приехал на завод по производству сковородковых изделий так мне нужно электричество завел дизельный генерал у меня вопрос вы вообще как столько локации нашли объясните мне пожалуйста и самолет они были и в какой-то квартире дорогой машину сняли для ролика я вообще с вас в шоке но его мощности категорически не хватало достал свой пауэрбанк подключил к станкам завод закачегорял на полную катушку теперь нужно разжечь печь и расплавить металл я запустил процесс и произвел необходимые процедуры здесь было адски жарко поэтому я глотал коуколу и принялся работать дальше я засунул металл штамповочный аппарат и наштамповал 14 тысяч сковорода на фига мне столько мне бы хватило и 13 тысяч но только сейчас понял что забыл сделать сковородком ручки переплавился обратно и выковал себе одну сковородку с ручкой пора наггет жарится вернулся в квартиру стоматолога открыл холодильник и достал масло не получалось включить печь без электричества снова воспользовался пауэрбанком принялся готовить эти ароматные штуки но масло стало брызгать во все стороны так не пойдет я остановил жарительные процедуры отправился в ближайший магазин одежды нашел фартук и собрался идти обратно но вдруг остановился я не могу в таком виде встречать много уважаемых инопланетянинов надо найти нормальный прикид стал примерять различную одежу это слишком вызывающе это оставляет чувство недосказа это вообще прошлогодняя коллекция они меня точно засмеют а вот это уже ничего ничего из этого не подходит короче встречу их в обычной одежде а то слишком много чести они все-таки человечество похитили я дожарил наггетсы теперь точно все было готово пора ждать прилета инопланетных гостей так а где мы вообще должны будем встретиться увидел на столе очередное письмо встречаемся у тебя дома как же мне везет что я сразу нахожу письма содержащие ответ на то о чем я только что подумал вот например сколько живут грыландские акулы взял следующий конверт откуда мы знаем идиот мы же не земли в квартиру оставались считанные минуты до прибытия инопланетян я сделал табличку инопланетяне чтобы они сразу меня заметили потом а ты один на земле ой фу сейчас ребята я не знаю у меня глаза вот так вот сходятся как вы это только придумывайте это же капец подумал что я же на планете один навряд ли они перепутают и вот я увидел на балконе какое-то зеленое свечение это было супер волнительно прямо сейчас на мой балкон вступят внеземная цивилизация я затаил дыхание и из туалета вышел инопланетянин хлопнул в ладони и свет в квартире сразу появился удобная способность он начал что-то говорить я вообще ничего не понимал он снова хлопнул в но я начал понимать его язык инопланетянин представился мстислава а я ромой и на плане себе says а что ваш техника ну да я выставил перед ним все что они от меня требовали ну добавил что к сожалению наггетцы уже остыли мстислав и я не отпускает он мстислава да normalетянин sophisto стоял клуб на владоние наггетцы разогрелись очень удобная способность я спросил когда они верну человечество обратно он сообщил чтобы найти в голосе спросил а как как мне делает так что б я хлопал в ладоши делали то что я захочу проснусь утром и все будет как прежде однако добавил что я больше не вспомню весь этот день после чего снова хлопнул в ладони это была среда я проснулся по ощущениям я буду спал целую неделю стал с кровати отправился завтракать вкусно покушал умылся теплой водицей какой хороший день в дверь постучали это был серёга мы прошли в комнату и он рассказал какой-то прикольный анекдот очень смешно я демонстративно похлопал в ладони в ладони серёг ты не поверишь что со мной вчера случилось а подождите а чё это как это вернулась память это же инопланетяне они же должны были свет головы нет то что ты вчера спас человечество от инопланетян откуда ты знаешь так он же тебе сказал что ты ничего не будешь помнить но мы-то все помним так это что я теперь герой земли получается ты по чужим квартирам разгуливал и на чужих тачках катался какой-то нахрен герой зашибись ну блин короче а подождите так и все бы так делали да он землю спас есть яблочный спас медовый спас а будет земля а если вам понравилось смотреть со мной эти видео ставьте лайк подписывайтесь на мой канал пишите ваши комментарии забегайте в мой инстаграм и телеграм а с вами был дима типа топ пока и